Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Зимой в сложных погодных условиях водителю необходимо следить за техническим состоянием своего транспортного средства. В этом на своем горьком опыте убедилась речищанка, которая в пятницу попала в ДТП. Примерно в 9.30 на третьем километре автодороги западный обход города Речицы 44-летняя женщина за рулем Ауди А6 неправильно выбрала скорость и не учла метеорологические условия. В следствии чего не удержалась на проезжей части, съехала в кювет, где врезалась в дерево. С травмами женщина госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы. На автомобиле установлены зимние шины, однако высота рисунка протектора задних колес оказалась гораздо ниже нормы, сообщили в ГАИ. За выходные дни на дорогах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. 4 декабря в 20.30 на территории Жлобинского района на автодороге Минск-Гомель 53-летний водитель, двигаясь на автомобиле Мазман, совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами 45-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день, примерно в 10 утра, 29-летний водитель автомобиля «Опель» в деревне Лопатина Гомельского района совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода. Она, по предварительной информации, двигалась по центру проезжей части в попутном направлении и внезапно извинила направление движения. В обоих случаях пешеходы оказались в больнице. Госавтоинспекция обращается к наиболее уязвимым участникам дорожного движения. Уважаемые пешеходы, помните, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – это гарантия вашей безопасности, профилактика предотвращения дорожно-транспортных происшествий, и это сохранит вам жизнь и здоровье. Переходите только в установленных местах проезжую часть, при этом убедившись, что машины остановились и вас пропускают. В темное время суток обязательно обозначайте себя свето-возвращающими элементами. Чем ярче, тем лучше. Уважаемые водители, в связи со снегопадом, гололедицей, будьте предельно внимательны и осторожны, особенно при проезде регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Соблюдайте скоростной режим. На Ельской мебельной фабрике произошел пожар. Обошлось без пострадавших, проводится проверка и устанавливается причина его возникновения. Сообщение о пожаре спасателям поступило днем 5 декабря от сторожа предприятия. По прибытию к месту вызова спасателей было установлено, что из здания производственного корпуса идет дым. В момент возникновения пожара производственный корпус не работал и был закрыт. Огнем повреждены две лакокрасочные камеры и готовая продукция – около ста стульев и столов. Причина пожара устанавливается – основная версия самого сгорания лакокрасочных отложений. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.